вот там караван одежда что вы блогеры чего не снимаете ролики о виконста привет привет я как раз ролик снимаю воняс а ну коментах уже написали подойдет я ее или нет значит мере времен так себе вот в принципе второй комплект одежды поп-то классно а ну покрутись привет с вами виконста сегодня мы отправимся в те места в которых я очень редко бываю меня многие просили посетить спальные районы города донецка поэтому сегодня мы отправимся на донской и на щетинина покажу вам один день и жизни в донецке как живут люди на донбассе где покупают продукты какие цены на обувь на одежду где они работают будет обычный день и жизни а также у меня есть очень много видеороликов что касается жизни на донбассе куда поехать что посетить что новенького посмотреть поэтому сразу же поставь палец вверх и в конце этого видео не забудь написать самый креативный комментарий который поможет этому видеоролику выдвинуться в топ ну что меньше слов больше дела усаживайтесь поудобнее ролик будет интересный и насыщенный я думаю вам он понравится поехали съехали мы с моделя отправляемся в сторону майского рынка донского эта улица соединяет буденовский калининский район также со стороны моделя можно уехать в макеевку принципе улицы широкие просторные слева справа только частные дома тут многоэтажек нет многоэтажки будут только он там на горизонте этот район считается один из самых больших районов также он является спальным так как здесь количество многоэтажек на квадратный метр очень много что касается дорог меня многие спрашивают постоянно в комментариях задают вопросы как у вас дороги в донецке я вам скажу так дороги здесь в хорошем состоянии что разметка что пешеходные переходы что знаки здесь всегда были на уровне в принципе мы уже доехали до онкологии вот там она немножко слева будет здесь храм и мы поворачиваем направо также повесили там знак о том что поворачивать направо всегда можно даже при горячем красном сигнале светофор единственное чтобы уступить пешеходам с левой стороны у нас там будет сигмаленд ашан и прямо мы отправляемся в сам центр этого микрорайона микрорайон этот считается донской рынок майский я в этих районах очень мало бываю но по просьбам я решил показать вам как он сейчас выглядит принципе ну что тут вам показывают люди остановки рынок рынок здесь майский я на нем ни разу не был но также присутствует здесь павильон также с левой стороны там будет ночной клуб вирус не знаю работает он или нет но это тоже единственное такое место которое всем знакомо отсюда дорога уходит в сторону буденовского района центра на площадь буденова и там дальше немножко есть трамвайная развязка мы проедемся в сторону каравана и сторону щетинина я вам тот микрорайон практически вообще никогда не показывал только мельком поэтому может быть куда-то заскочим всем интересно посмотреть как вот живет простой народ ну что людям нужно покушать где-то купить при одеться может быть мы зайдем в какой-то магазин покажу вам что здесь вообще продается сегодня выходной день время три часа дня принципе но трафика не сильно много в основном здесь загруженность идет около 9 8 часов утра когда абсолютно все отправляются на работу на учебу в принципе как и везде в других городах информации о донецке а также о жизни очень мало поэтому я как могу так и показываю вам реальную жизнь как я вижу все своими глазами передаю через камеру но вы конечно же меня поддерживаете лайком комментариям если вам не тяжело выдвигаемся мы в сторону каравана там тоже в принципе большие площадки в основном преимущественно здесь многоэтажки и вот ночной клуб вирус вот таком он сейчас состоянии справа и слева я же говорю будут окружать нас девятиэтажки густо населенный район слева тут пятиэтажки преимущественно вот кому интересно кто-то когда-то спрашивал сколько у вас стоит литр воды литр воды на разлив стоит 2 рубля это вам так сведению когда они когда там есть акции присутствуют рубль 80 еще хочу что добавить в донецке начали запускать у такие автобусы донбасс маршрутные такси износили со временем то такие большие автобусы начали выпускать на линию но на некоторых маршрутах включая автобусы 42 а их кажется заменили всего на 30 штук и оказалось что интервал нужно немножко уменьшать потому что 14 больницы большие очереди скапливается в принципе они раньше были но это так сведения вот с левой стороны у нас вот там караван одежда ну в принципе здесь такие вот ларьки стоят тут тоже такие вот магазинчики в принципе кому что нужно можете купить но мы поворачиваем направо едем объезжаем этот центр микрорайона кому интересно цены рынке продукты у меня огромное просто количество есть этих всех видеороликов плейлистах и также вот смотрите с правой стороны здесь спортивный дворец алмаз ледова арена и видимо какое-то мероприятие проходит так как много машин вот собралось автостанция отсюда отправляются автобусы в различные части города ну конечно же большое количество лежачих полицейских вот тут даже мы как бы отъехали от центральной улице разметочка есть знаки есть пешеходный переход есть то есть за этим следят я вам так скажу по весне сначала разметки нет после зимы а вот ближе туда к маю июню вот когда начинаются майские праздники вот тогда уже начинают делать разметку так как после зимы все это дело слетает с дорожного полотна и вот с правой стороны этот магазин в принципе там еще парковка ну давайте ради интереса заскочим так как я думаю вам будет интересно что же там открылась до машин в принципе для выходного дня не сильно много я бы сказал тут мы повернем направо с левой стороны там можно выехать также на рынок тут проходит у нас троллейбусы и поворачиваем направо сейчас зайдем покажем что же там продается вот такой вот у нас здесь магазин принципе вывеску только поменяли все а так осталось то же самое ну и сверху баннеры заходим в магазин правой стороны там еще не все открылось цветы пельмемания давайте заскочим глянем принципе продукты вы уже видели это у нас магазин называется бум так я сегодня не один с катей я в этом не сильно разбираюсь но так как женщины не могут пройти мимо таких магазинов то конечно же мы что-то здесь посмотрим кому интересно кто спрашивал цены актуальны то можете глянуть 440 рублей то есть кому интересно заходите приходите смотрите если что-то понравилось покупаете детская одежда это джинсы тут женский отдел меня смотрят не только мужчины но и женщин я думаю походить посмотреть будет вам интересно штанники семьсот двадцать пять рублей джеггинсы женские зеленый цвет что хочу еще сказать по одежде в донецке очень мало премиальных магазинов и цена там конечно соответственно высокая поэтому если смысл покупать дорогие брендовые вещи ну конечно же есть вы будете в них и совсем по-другому чувствовать себя и вид но связи с такой обстановкой приходится людям покупать и немножко подешевле вещь то есть да вы меньше в них отходите но единственное что они по сравнению с другими премиальными будут дешевле стоит рюкзачки разные сумочки рюкзак женский 915 рублей бананки бар сетки вот такая бар сетка к примеру сколько стоит 325 рублей чуть-чуть получше а ну глянем так сверху это 285 ну так внешне тут более таковой плащовый материал в принципе смотрите сами вот цвет прикольный такой отражающий это уже 420 рублей но сюда можно загрузить конечно все что хотите здесь женская обувь такие вот сандалики полусапоги 1000 рублей стоит но это так я вам часть и сцен покажу поснимаю ну а в реальности лучше конечно же самому прийти посмотреть принципе влог обычный как я провожу день покупаю продукты хожу по магазинам в принципе как и везде ничего не отличаются эти походные сумки бананка такая вот 665 рублей для рыбалки пойдет либо для перевозки вещей путешествия это женские в основном сумочки так ну блин тут конечно магазин большой я здесь вообще ни разу не был но походить покрутиться можно это уже мужская обувь начинается это закос под найки сколько не стоит в принципе внешне прикольный 1095 рублей подошла какая пластиковая более видите все вот эти вот бренды все время делают под закосы каких-то других премиальных вот тоже найки в принципе сезон отходил если не порвались можно и выкинуть а нету на рыбалку ездить 1030 рублей уж мужское не смотришь давай на женская пойдем что-то по мере может понравится мне в принципе ничего не нужно я себе вещи не часто покупаю мне хватает это уже осенние курточки скорее всего что до 2285 рублей простая курточка толстовка мужская 1500 такая потеплее уже и дальше набор курточек потом это что у нас тоже курточки жилеты мужские утепленные 1140 рублей здесь тоже всякие курточку а сегодня у нас такой будет необычный влог 1715 ветров очка размер 48 56 зависимости по объему штаны но тут футболочки разные пай тачки футболка 380 рублей все по 380 сможет где-то что-то дешевле дороже в принципе я покупать ничего не буду так можно чисто посмотреть на так футболка конечно походно выходная 665 рублей качество принципе нормально то знаете бывает трогаешь и аж силиконом каким-то пластиковым отдает искусственное видно всякие это уже женские пошли для мужские 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 нищу рубашки школу на выпускной на свадьбу 420 рублей а что раз надел и хватит здесь женские жилеты я не знаю конечно какой в них толк чисто наверно декоративно красиво а так они конечно не греют да детская одежда конечно тоже дорогая как ни крутите в принципе купил рубашку через год полтора ребенок вырос и уже надо что-то новое покупать ну а куда деваться там у нас белье ну туда мы идти не будем это халаты пиджачки это пальто не халаты елки по вид как у халата с той стороны 3 425 так и не определишь это закос под старого образца кстати в моде начинает интересные вещи происходить то что было модно раньше тридцать сорок лет назад то сейчас она тоже в моде то сумки клетчатые продают по полторы тысячи долларов то еще что-то давай что-то померяй если понравится пойдем глянем так я еще там вдали увидел еще одних блогеров сейчас мы к ним быстро подойдем и застанем их в расплох что вы блогеры чё не снимаете ролики о беконство привет 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 я как раз ролик снимаю по нас как раз про магазин про про новый а то думаю заеду нуля ну я тут же вообще практически не было ты меня сразу да это я сразу думаю подойду а кстати ролик посмотрел по поводу бумаги ну как понравился то нормально блин конечно черти вы придумали нормальные стык какие знаешь идей будет сразу такой интересный я понял осуществите связки ну да и долго еще еще месяца два я понял а то ты ходишь были меня тебя жалко а вы что зашли тоже что-то прикупить . взял такую принципе она цену 1525 до походить потом в корзину я был обзор до неплохо но это же недавно только открылся просто мимо ехал 29 августа открылся а то я просто мимо думаю еду и люди спрашивали типа поедь покажи глянь а я как раз думаю гляну тебя застал расплох короче ладно пацаны давайте удачи я пошел делать свое дальше дело я тоже вас все давайте счастливо вот и вам спонтанные видеоролики заскочил еще других ребят встретил которые занимаются видеоблогерством сейчас будем искать катю где она у нас там запряталась решили по курточкам еще пройтись видели как отражается свет такая курточка светоотражающая 2000 рублей это хорошо тем когда вечером идете я не знаю блики на камеру вам будет видно но отражение от лампочки которые сверху светит реально в глаза зайчики бьются также есть чемоданы по 2 855 курточки с с цвет оливковый сколько она стоит 1330 нормально а такую не хочешь более бледно-розовую ну реально он крутой он будет классно смотреться какой тебя 40 42 размер кстати твой а ну в комментах уже написали подойдет я ее или нет значит меряем гольф только не под шею обычно давай еще возьмем надо было не заходить в этот магазин показал бы вам продукты цены вот это было дело так еще придется покупать а рубашки кофты блузки это для великанов ты чуть поменьше спонтан то ну не знаю в принципе померять можно давай еще все ну пошлите тоже так вещей набрали уже в руку не помещается у меня не забывайте я однорукий в одной руке камера другой руке вещи не получается она цеплять на голову и ходить так пошли давай то у меня денег не хватит rabbit кофточка 610 рублей но теплая будет конечно колется она к телу колючая да ну видимо делаем все футболки футболки 380 475 еще и футболка 420 кстати стоит все раз два три четыре пять шесть они раз два три четыре пять шесть да с тобой я тебя не беру я тебя не беру ту камеру возьми только да ну мы короче тут камеру где то прикрепим выходи туда я тебя буду звать я тебя позову так первая футболка ну кстати она нормальная ничего не изменилось ну она похожая просто ты же прикольная нормальная я бы сказал а по качеству как так себе да какие-то до так первое принципе положительный отзыв ремень так себе вот в принципе второй комплект одежды кофта классная а ну покрутись повертись не класс юбка издалека если глянуть но сочетается два цвета еще одна высоком каблуке либо платформе огонь будет круто но это идет реально все следующая мере кстати этот комплект одежды вот так подходит а ну напишите в комментах здесь что вторая кофта она такая специфическая вот это больше конечно подойдет под эту юбку на даже не одну две кофты три десять кофт все скупить смотри только на кофта мне не сильно не ну что я сказал как есть мягко так принципе круто ну смотри сама тебе носить не мне давай костюм остался и все это мы уже надели костюм это самый маленький размер нормально цвет идет розовый по бледно-розовый подходит если босиком ходить то будет подходить конечно юбка с вот этой кофточка сочетается но я думаю в комментариях там уже написали как ей лучше ходить и в чем так костюм померили осталась оливковая курточка конечно размер у нее такой себе слабоватый смысл с поменьше эски нету xs xs маленькая так что пойти взять больше внешне ну такая как детская коротко короткая до чисто для топика под нее ничего не одевать и ходить так так в принципе цвет нравится такой спокойный все дальше нельзя ну нормально да походили померили вот так и целый день проходит уже время обеда а знаешь принеси меня побольше с а потом следующий идет м будем брать м с останется а м к мы возьмем она немножко побольше будет м к она не сильно и больше я скажу так а еще больше больше да она новая вообще нуля чего еще даже никто не открывал ее чуть побольше на и пониже мелковато в руках чисто пошив не то до верхней части сип пошире было а так принципе это твой размер м ну так себе вот это вот пыб тык ходить трогать его ладно собираемся и уходим что и что чисто пиджак а пиджак отдельно продается нет я хочу а сколько он стоит 2095 костюм футболка ну если нравится бери если только нравится он подходит он цвет универсальный приятный берем да да ёмно это мне забирай шестерку все больше ничего мерить не будем а тем смысле чего хватит или живу еще про него еще хочешь давай будешь значит вдвойне должна ну а как ты 100 делай на сумке погнали на рюкзаки сумки там мерять особо не надо карманов много сколько она стоит 1570 сумочка сможет перепутали тут все по 570 а тут они все видишь ряд 1570 а этот ряд чуть подешевле 760 эти все в зависимости от цены спасибо так ну что здесь мы покупки сделали там молоко в принципе кому интересно у меня уже куча есть видеороликов по продуктам поэтому выходим ну что вот и прикупили вещей получился у нас небольшой шопинг я думаю вам понравилось немножко посмотрели мы буденовского района может быть для вас это были знакомые места ну я немножко вас порадовал каким-то хорошим я надеюсь качественным контентом но если вам понравился этот видеоролик вы знаете что делать с вас абсолютно любые креативные комментарии внизу под этим видео мы с вами на канале был виконста до новых встреч пока